Всем привет! Я Аруна и это крыша. Имбирно-пряничные латы. Мэрая Кэрри в ТикТоке и белый снег за окном. А это значит, что скоро Новый год. Сегодня мы покажем, как красиво и стильно украсить елку, как в Пинтересте. Не знаю, как у вас, но в моей семье мы каждый год украшаем елку одними и теми же игрушками. И это, честно говоря, уже приелось. Специально для этого мы пригласили декоратора и хомстейджера. Если что, внизу появится расшифровка профессии. И она назначила мне встречу в торговом центре. И сейчас мы пойдем в один магазин и посмотрим игрушки. Кенток за новогодним вайбом! Красиво и классно. Вот мы и в магазине, ребята. Знакомьтесь, это Анель. Она декоратор и хомстейджер. Мы можем выбрать какие-то игрушки для нашей елки. Перчики очень интересные. Как раз-таки это вот цвет красный, жгучий такой вот. Он будет красиво смотреться на елке. Грибочки. Грибочки. Также мне понравился вот такой вот сет тоже. Здесь цвета довольно-таки классические, золотистые, красные. Но такие приглушенные. Вот эти мне тоже нравятся. Они сделаны как вазочки, что ли. Выдуваются вот такие вот интересные. Вот тоже интересно. Они очень легкие, такие приятные и красиво смотрятся. Мне кажется, вот как раз-таки вот такая вот база. Она очень хорошая, то что можно будет уже на следующий год, если вам, допустим, не захочется классики, вы можете сделать что-то более там, что-то такое вот, добавить каких-то более ярких деталей. Акцентов, да? Но тут украшения, знаете, как будто можно убить. Они такие тяжелые. Очень тяжелые, да. Поэтому при покупке обращайте внимание на вес игрушки. Живая елка, она не выдержит такую игрушку, она просто упадет. А мне нравятся еще вот эти вот колокольчики. У них цвета такие глубокие. Они еще вот такие вот бархатные. А их можно будет интересно вот тоже подвесить. Мне вот недавно кто-то сказал, а я выкинул целый мешок своих игрушек. Они же сейчас дорого стоят. Для нас в какое-то время было это просто мусор. А сейчас этот тренд возвращается. Многие, допустим, сейчас берут, покупают те же самые серванты, комоды. А вот вообще, Анель, когда вы выбираете игрушки и украшения для елки, у вас в голове какой-то прям целый план, схема? Или вы по наитию действуете? Ну, такое наитие посетить. Ну, примерно я, конечно же, представляю, какую я вижу елку. Но отталкиваясь от того, какой у нас выбор, уже, конечно, там приходится где-то подстраиваться. Импровизировать, да? Импровизировать, да. Если вы, допустим, решили использовать елку в одном цвете, тогда попытайтесь использовать шары разных форм. То есть, если даже будут они красные, она полностью одного цвета, красная, то пусть будут большие, маленькие, потому что если все будет в одном размере, это будет смотреться бутафорно. Лучше не использовать гирлянды с белым цвечением, потому что оно дает синеву, да, и как-то смотрится не по-новогоднему. А вот эти блестюрки, они тоже могут осыпаться, да? Ну да, конечно же, они осыпаются. Тоже нужно будет с этим аккуратно. Поэтому, если вы, допустим, берете что-то золотистое, пусть как поставили, пусть оно стоит на одном месте. Для украшения своей елки я хочу использовать как раз-таки все приемы zero waste, то есть что-то, чтобы это было экологично, во-первых. Zero waste – это ноль отходов. Ноль отходов, да. Может быть, что-то сделано своими руками, из бумаги. Потом, допустим, что-то хочется, вот те же самые винтажные добавить, какие-то акценты. Ну вот и все. Эту игрушку мы берем с собой, а остальные мы заберем по дороге. Скоро время новогодних вечеринок, и нужно искать дом в аренду. А цены, кстати, растут каждый день. Советуем быстрее бронировать места, а искать их лучше всего на крыше KZ. Заходим в приложение, выбираем арендовать дом и вбиваем фильтры посуточно. И ищем доступные варианты. Вот и все. А это, кстати, наша живая елка. Тут хотелось именно показать красоту живой елки, поэтому сильно ее нагружать тоже не хочется. Но не бойтесь, мы ее не выбросим после Нового года. Ее заберут, я правильно поняла, и посадят. Это живая елка, которая имеет свои корни, у нее есть свой грунт. Эту елку после Нового года можно спокойно пересадить, и дальше она будет продолжать расти. Я уже повесила гирлянду, советую брать либо прозрачную, потому что ее не будет видно, либо под цвет елки. Сколько метров нужно гирляндой, допустим, на метр пятьдесят елку? Ну тут у нас двадцать пять метров, я думаю, в принципе, этого это достаточно. И то мы так сильно прям не наматывали ее, где-то что-то даже осталось с излишком. Лучше использовать вот такие вот дополнительные корзины, а это специально для елок, для того, чтобы спрятать все некрасивые детали этой елки. Допустим, тут у нас грунт, и чтобы его не было, все это все пакет, и поэтому мы накрылись сначала тканью, а потом уже завершили вот этой корзиной. А игрушки как мы будем вешать? Начнем с базы, это вот красные наши шары. Насчет ленточек, как лучше вешать и на что? Лучше менять их или оставлять такими, какие они есть? Ну вообще можно менять, вот допустим, тут у нас идут на люрексные вот такой вот веревочки. В принципе, да, ну в принципе у нас просто здесь у всех разные, поэтому мы можем оставить такой. Но если у вас есть дома, допустим, вот такие вот ниточки, я их взяла для того, чтобы упаковывать там, допустим, какие-то подарки, можно использовать такие нитки. А сколько у нас, думаете, примерно игрушек вышло по количеству на эту елку? Ну, мне кажется, где-то... Штук 40, да? 50, может быть, даже. Даже так она, в принципе, смотрится интересно, если посмотрите, но хочется добавить сюда каких-то ярких акцентов. Но мы сейчас будем добавлять уже какие-то, что-то меньше, что-то больше. И тогда уже будет динамика в этом. У меня каких-то правил нету, да. Я просто смотрю, как это смотрится вместе. Просто единственное, да, если есть у вас коты, то нужно будет снизу тоже нужно что-то такое, чтобы это не было стеклянным, чтобы это особо не задевалось. Потому что даже если это упадет, чтобы это не разбилось. Лучше, наверное, стеклянный, да, наверху держать. Мы брали украшения из разных мест, но именно эти декорации-игрушки мы взяли в супермаркете Леруа Мерлен. Возможно, что-то похожее вы найдете в вашем городе. Теперь мы можем перейти к бумажным. Это вообще сейчас очень трендовые такие вот украшения. Хуже всего, мне кажется, когда ты просто вешаешь что-то, чтобы просто отделать. Просто, чтобы была елка. Да, а когда ты добавляешь частичку своей души, то я считаю, что, наверное, скорее всего, тогда уже будет какой-то смысл в этом украшении. А вы еще взяли это прям реально винтажные советские? Я искала долго. Я хотела вообще найти именно те, которые были у меня в детстве. Красной шапочкой там был волк и бабушка тоже. И это всегда, вспоминая я это с такой теплотой, просто единственное, что я поменяла их веревочку, и смотрится уже по-другому. Да, кстати, если у вас есть советские старые винтажные украшения, то есть новогодние игрушки, не выкидывайте их. Да, не выкидывайте. Они дорого стоят. Вот мы и добрались до наших птичек. Птиц в этот раз много. Много, да. Да, это вот попугайчик. У нас остались еще такие желтые, красивые, как будто выдуванные. Давайте их тоже повесим. Это уже современные, но они такие вот тоже как бы в ретро-стиле. Как будто старые, да. Да, вот как будто бы их реально выдували, как раньше вот вазы были вот такие вот. Давайте их тоже повесим. Вообще не бойтесь экспериментировать. Возможно, может кто-то подумает. Ну, где же здесь какая-то связь? Да, я вот не могу понять, куда поставить ее. Птица или же там, я не знаю, гриб. Ну, почему бы и нет? Или бумага. О, у нас остались еще две стрекозы. Смотрите, ну, это вообще гламур. Но они тоже будут красиво смотреться. В принципе, у нас здесь кажется, что все так просто, но вот как раз-таки вот такие милые детали, они добавят лоска. Кисточка, да. Почему кисточка вообще? Потому что я декоратор, и часто бывает, что приходится что-то покрасить. Казалось, что это как-то... Это ваша кисточка себя, да? Да, и поэтому вот решила все-таки что-то добавить. Ну, вот она такая вот гламурная золотая кисточка. Тут еще как будто из фильма, вот это какой-то прям такой вести. Да. Вестические часы. Ретро, да, и как раз-таки то, что скоро будет по 12. Как раз-таки, мне кажется, это будет очень интересно смотреться. Это вот, допустим, текстиль. Я говорю вот тоже про то, что у нас здесь все разные. Угу. Интересные вообще. От бумаги до стекла. Да. И вот самый веселый. Это, да, это наша вишенка на нашем торте. Санта-Клаус такой вот бодипозитивный. Да, бодипозитивный. Давайте, может быть, включим тогда нашу гирлянду и посмотрим, как все это смотрится вместе. Да, давайте. Ну вот и все. Елка готова. Осталось только дождаться Нового года. Желаю вам, чтобы следующий год для вас был суперски. Пишите в комментариях, если вам понравилось. В следующий раз мы можем вам показать, как классно декорировать стол к празднику. Пока-пока. Пока-пока.